В прошлом подобном видео я рассказывал вам про некую хитрость, с помощью которой можно набивать на Титане стабильно за тапок около 70 тысяч урона. Кто не смотрел, рекомендую к просмотру. Сегодня же я представляю вам новый уровень минимум стабильных уронов. Их рамки начинаются от 100 тысяч и достигают 120 и более. Как же достичь такого стабильного урона? Думаю, вам будет интересно это увидеть и использовать. Легион Драконов приглашает именно тебя к себе. Сила 3,5 тысяч, Титаны без будильников, война по обстановке. Если ты активен и обчителен и ищешь что-то новое для себя, рекомендую заглянуть именно в Легион этих Драконов. И про Ватсап не забудь, тебя там тоже ждут. В прошлом видео речь шла про щиты Титана. Там Титаны, благодаря отражению от единичек, начиная от 11-12 звезд, получали нехилый урон себе в табу обратно. Для щита Титана нужна была хижина Охотника, построенная на третий уровень. Для урона уже от 100 тысяч и выше вам потребуется прокачать хижину Охотника на девятый уровень, где вам открывается такая расходка, как свиток изменения. Что же делает этот свиток? Он меняет 5 рандомных камней на поле на тот цвет, который вы указали. То есть, беря, в пример, радугу, если вы используете свиток и применяете его на своего фиолетового героя, то 5 камней на поле рандомным образом станут именно фиолетовыми. По такой же логике, тыкая на любого своего героя в команде, вы получите новые 5 камней на поле именно этого цвета. Но так как сегодня видео об уроне на Титане, я рассматриваю моноцвет, ибо прилетел к нам фиолетовый Титан, а там лучше моно придумать попросту нельзя. Спешу подчеркнуть, что в составе моноцвета не обязательно тыкать именно на героя, ибо свиток возьмет прицел любого вашего героя, а они одного и того же цвета. Также важно понимать, что данная расходка обойдется вам довольно дорого по ресурсам, то есть она как ищет Титана не подходит для того, чтобы использовать ее на каждом Титане. Лично мое мнение, что использовать ее нужно только на редких Титанах, и при этом строго в моноцвете, либо 4.1, где четверо героя одного цвета, а другой усилитель типа Ранвира, Микки или Тарлока. Однако есть и еще одно условие для прям четкого использования этого свитка. Наличие в вашей команде таких героев, как стихийный бронерез, обычный бронерез, усилитель атаки и герои, у которых атака камнями на очень хорошем уровне. В моем примере это желтый моноцвет, в котором, к сожалению, отсутствует стандартный срез брони, в лице Вивики в костюме или белого кролика. Да и вместо бафера мне пришлось взять стяги на усиление атаки. В идеале, конечно, этот состав для фиолетового редкого Титана должен быть Вивика, Шакал, Инари и Газель. Пятого пофиг кого, любого героя с большой атакой. Хоть второго Шакала, хоть вторую Инари. Однако у этого свитка есть еще одно свойство. После замены камней на поле Титан не может ударить по вам ни тычкой, ни ультой один ход. То есть, используя его, у вас на поле появляется 5 камней, и после хода Титан не бьет. Даже если камней в слабое место для оглушения не прилетело. Ну и последняя, особенно свитка. Свиток меняет только обычные камни. Морду или кристалл он менять не будет. 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 Самый идеальный момент использования свитка, это когда у вас на поле первоначально дофига камней нужного вам цвета. Самое главное перед использованием свитка, это проюзать сначала банки маны на ваших бронерезов и усилителей. И только после этого применять свиток. Если камней нужного цвета на поле было много, ситуация сложится хоть и рандомно, но определенно очень эффективно. Вероятность того, что сам собой соберется кристалл очень высокая, порядка 80-100%. Далее же не обязательно юзать следующие свитки, можно покидать камни в слабое место в поисках еще нужных вам камней. Слабое место, чтобы титан не убил никого из ваших героев, иначе вы потеряете очень большой потенциальный урон с каждого умершего героя. Как только нашли камней 5-7, можно снова проюзать свиток и повторять процедуру. При этом не факт, что вы потратите все 5 свитков, которые можно с собой брать. Урон будет конечно не максимальным, однако все равно скажем 80 тысяч за 2-3 свитка, это лучше чем скажем 30 тысяч вообще без поля. Музыка 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 Есть еще один вариант использования свитка, он продемонстрирован вам в этом видео. Я тратил все 5 свитков в тапке, пытаясь достигнуть потолка по уронам, однако у меня это не вышло из-за того, что не было как раз таки обычного бронереза, и урон летел не по 5-6 тысяч как мог, а по 4-4 с половиной. Так бы к финальным цифрам за 3 удара можно было смело прибавить где-то еще 1100. Поэтому повторю еще раз, использовать подобные свитки с хижины 9 уровня нужно только при наличии полного фарша в вашей команде, где есть оба вида срезов брони и усилитель. А также из-за редкого добываемого ресурса в виде черепа титана не рекомендую к использованию свиток, кроме как на редких титанах. Ну или если вы хотите, к примеру, занести к себе в копилку новый рекорд по урону. Надоело, что не получается сделать рекорд выше 100 тысяч, свитки вам в помощь, и этот урон будет достигать рамок от 100 до 150 тысяч. Тут уже, как вам, конечно, повезет со сменой камней. Тем не менее, эта штука очень стабильная и крутая, стоит по ресурсам дороговато, да, однако имеет смысл, причем таки даже большой. Однако первые 5-10 свитков вы будете как минимум привыкать к новой системе нанесения урона. Поэтому советую посмотреть вам это видео еще раз, и может быть даже в замедлении. Ведь у меня была возможность протестировать это на бете неограниченное количество раз. Теперь и ты знаешь, как можно наносить стабильно подобные уроны. И лучшей благодарностью от тебя будет лайк под этим видео и максимальный репост и рассказ о нем. А также кучу комментов, в которых ты можешь поделиться своими впечатлениями от увиденного. Рассказать о том, какой у тебя сейчас рекорд по Титанам. Написать свой новый рекорд на Титане благодаря этим свиткам и суммарный урон за 3 тапка. Много чего на самом деле. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Эти свитки меняют любое отстойное поле в офигительное. И урон будет огромным. Не забудь подписаться на канал и поставить колокольчик, как нужно, на все уведомления канала. А то рискуешь пропустить вот такие подобные видосы. Спасибо за просмотр и что поделился видео с друзьями. А также спасибо тебе за палец вверх. До встречи в следующих видео. Дальше интереснее. Всем пока.